К сожалению или к счастью, мы не такие огромные и большие, как Сбербанк и МТС, названные вами. На сегодня то, что мы называем экосистемой, это портал эффективности РФ, на который приходят наши партнеры, вендоры, производители программно-аппаратных решений и наши клиенты, на котором они после регистрации получают часть сервисов, необходимых им в автоматическом режиме. А также это наши эксперты, которые в режиме онлайн при помощи портала, а также с выездом непосредственно на предприятие решают эти проблемы. Когда я говорю экосистемой, я имею в виду тройственный союз, что называется, эксперты, потребители и вендоры, производители оборудования, производители программного обеспечения. Да, и государство, естественно, которое все это финансирует и стимулирует тем самым повышение производительности труда. Что касается ЖКХ, любое цифровое решение становится эффективным, на мой взгляд, тогда, когда оно выстрадано снизу, а не сверху. Не берусь тут поставить диагноз и выписать лекарство сразу всему российскому ЖКХ и дать таблетку, которая его мгновенно цифровизирует. Но есть примеры хороших внедрений, в частности, система теплоучета на подстанции в городе Москве сделана, это цифровизовано уже даже, наверное, года 4 или 5 назад. Вот. Каждая проблема требует детального анализа и своего точечного решения. Понятно, стать всем ежиками внезапно по команде сверху нельзя.